Девушки отдыхают С техногенной точки зрения и с гуманитарной, как принято говорить, тысячи людей пострадали, кто-то умер, кто-то остался без дома. Очень многие люди принимали участие в ликвидации последствий, и такие люди есть и в Приднестровье, их немало. У нас на связи Владимир Васильевич Гуменский из Первомайска. Владимир Васильевич, здравствуйте. Официальной причиной этой аварии называют человеческий фактор, хотя представить сложно, что есть огромная атомная станция, и где-то человек, неправильно повернув рубильник или нажав какую-то кнопку, может это все действие привести к тому, что станция будет буквально разрушена, об этой аварии будут знать во всем мире. Вот версий много. На ваш взгляд, как вы считаете, почему эта авария случилась? Можно сказать, что звезды так сошлись, что череда ошибок вызвала этот взрыв? Либо там была действительно преступная халатность, есть версии еще, что диверсия, терроризм. То есть, да, терроризм, то есть какое-то намеренное вмешательство. На самом деле, очень много версий, они продолжают выдвигаться, архивы открывают, много фильмов снято, снят сериал, вот, американ-английский нашумевший, очень интересный. Что скажете, вот сейчас стало хоть чуть-чуть понятнее с тем, из-за чего это произошло? Ну, несмотря на то, что уже очень много времени прошло, целых 35 лет, все-таки до конца, конечно же, все архивы не открыты и, наверное, их еще не скоро откроют. Вот, все-таки, та информация, которая существует, само собой разумеется, сейчас очень много всего, и буквально сегодня я просматривал новости и увидел, что кто-то там говорит, что все-таки это был теракт, самый настоящий. А встретил статью, что это, оказывается, была попытка выработать как можно больше электроэнергии к 1 мая. Но такого рода фразы говорят только о том, что люди, придумывающие их, они не жили в Советском Союзе и, соответственно, не понимают даже самой сути того, о чем говорят. Террористические акты, теракты, это характерно для конца 20 века, начала 21 века, но отнюдь не было характерно для 80-х годов, соответственно, 20 века. Поэтому говорить о каком-то теракте на станции не приходится. Говорить о том, что кто-то пытался выработать как можно больше электроэнергии именно к 1 мая, это опять надо не понимать советской действительности, конечно же, и вообще самой физики процесса, конечно же, это очевидная глупость. Вы спрашиваете, можно ли отключить мановением руки, ну, конечно же, нет. Само собой разумеется, и это везде написано, что там было очень много вариантов защиты, такой защиты, которую просто-напросто нельзя было отключить одним махом. Но так как все-таки это был научный эксперимент, и все в этом сходятся, все-таки это был научный эксперимент, то, само собой, и по желанию сами ученые, сами ядерщики, и по приказу подключали все виды защиты, которую только могли отключить. Почему они так сделали? Я лично понимаю их. В конце концов, давайте так, вы уже живете определенное количество времени на свете и знаете, что в Швейцарии там открывали новый какой-то прибор. Коллайдер. Коллайдер, да. Она комплексная, причина комплексная, и одной из причин было именно желание узнать, а что же все-таки будет, если мы сделаем... Почему страха не было, даже у тех же ученых, да, почему никто не, как мы слышали много историй про то, что не сразу начали ликвидировать последствия, не сразу было оповещение. Люди, которые жили там, да, многие из них работали на Чернобыльской АЭС, они не спешили уезжать, более того, не хотели уезжать оттуда. Что это такое было? Почему вот такая... Ну вот из рассекреченных документов, которые предоставляют архивы КГБ, известно, что вот такие ситуации вообще были на станции нештатные, это не редкость. Поэтому и люди в этом плане, наверное, как бы не удивились, потому что вот я на самом деле сегодня прочитав, узнал, что были случаи... Там, во-первых, была проблема с охраной, то есть практически не было, любой посторонний человек мог попасть на территорию станции. И были случаи, когда воровали какое-то важное оборудование, это оборудование могло иметь какой-то радиационный фон, то есть людей это не пугало, и, ну, таких случаев было много. Поэтому и в этом плане люди, наверное, как-то спокойно отнеслись, потому что они знали, какой порядок был. Ну, очередное, очередное что-нибудь там. Ну, там были взрывы какие-то менее значимые, вот поэтому, наверное, так и не... А может быть, еще такая версия у меня родилась, что, возможно, это такое большое доверие было к станции, к промышленности, к власти, к руководству, что у людей не возникло мысли, что что-то может быть пойти не так, может быть плохо, и поэтому люди не боялись. Владимир Васильевич, что скажете? Правильно, люди не боялись. Значит, когда я был в Чернобыле, то там над вторым, по-моему, блоком висел лозунг, я могу ошибаться, значит, над вторым блоком или в другом месте. Хай будэ атом, робитником, а на солдатом. Нас тогда воспитывали и нам внушали, что мирный атом, он абсолютно безопасен. Что можно построить атомную станцию буквально в соседнем дворе. Вы, может быть, не помните, но ведь совсем недалеко от Приднестровья, в городе под названием Теплодар, тоже в свое время пытались начать строить атомную станцию. И не было никакого возражения вообще ни у кого, у населения, что вот тут будет атомная станция. Наоборот, все радовались, будет город, будет электроэнергия, будет работа, будет очень хорошая зарплата, а ядерщики получали хорошую зарплату. То есть, я считаю, что это была абсолютная вера, абсолютное доверие к тому, что было. То есть, советское значит надежное, советское значит качественное. И то, что реактор не может взорваться, это было у всех на, ну как сказать, у всех в сознании. И вот когда мы видели фильм, тот же сериал «Чернобыль», то даже когда они видели, что взорвался реактор, они не верили. Они верили в то, что взорвался какой-то там трубопровод. Я считаю, что это не вранье. На самом деле, мы так верили. Ну и, соответственно, эксплуатационники станции в том числе. Ну вот, наверное, эта авария на Чернобыльской АЭС, это как раз было одно из тех событий, которые вот это доверие вселенское к власти, к технологиям, к прогрессу, вот оно подорвало. Стоит вспомнить такие вещи, как вот нынешние демонстрации, да, протесты в России мы очень часто слышим против того, чтобы ставили вышку связи, 5G, люди боятся чипирования, облучения, всего чего угодно. Разница в том, что тогда был недостаток информации, а сейчас, наоборот, переизбыток. Ну вот, давайте вернемся к теме аварии. Есть официальная статистика, 4 тысячи погибших в момент аварии и после, от последствий. Вот вы участвовали в ликвидации. Когда вы попали в Чернобыль и какие ваши первые впечатления были от того, что вы увидели? Ну, прямо скажем, та цифра, которую вы озвучили, 4 тысячи человек, для меня она неизвестна. Я знаю только о гибели двоих прямо в момент взрыва и о смерти пожарного расчета и других ликвидаторов, которые бросились в огонь первые минуты. То, что потом люди погибали от лучевой болезни, это само собой разумеется, но они погибали в других местах. Я ничего не слышал о том, чтобы умирали люди прямо вот там на станции. Да, это те, кто впоследствии умер от радиации. Те, кто был признан жертвой аварии на Чернобыльской АЭС. Ну, понятно. Значит, вообще, если говорить о 4 тысячах, то, на мой взгляд, эта цифра не отвечает действительности. По-моему, все-таки надо эту цифру увеличивать. Когда я попал в Чернобыль, я попал уже в феврале 1988 года, то есть, как бы через полтора года после вот этих самых страшных событий, значит, я увидел там уже налаженную работу по очистке территории от радиоактивных элементов. В частности, наше подразделение, Одесский полк гражданской обороны, занимался в весенний период, в зимний-весенний период, в февраль-май месяц, очисткой города Припяти и прилегающих территорий. Значит, работа, конечно, была уже серьезно налажена, вот, и говорить о том, о каких-то там, ну, экстремальных ситуациях в 1988 году, я не могу, я их не встречал. Работа была очень тяжелая, очень грязная, очень продолжительная. Ну, например, мое подразделение, я руководил, командовал взводом водителей, автомобилистов. У нас были КАМАЗы грязные, самосвалы, и вот на них мы вывозили радиоактивный, значит, ну, скажем так, радиоактивный грунт и все остальное зараженное, значит, и пораженное на могильнике. И дальше их бульдозерами в могильниках закапывали все то, что мы вывозили. Мы поднимались в 5 утра, заводили наши машины, выдвигались колонной в Припять и загоняли нашу технику уже на место и возвращались в расположение части уже в 8-10 часов вечера. То есть у нас был очень длинный рабочий день, это была очень тяжелая, грязная работа, но говорить о том, что мы совершали какие-то там экстремальные действия, я не могу, работа была уже налажена. Что касается отношений командования к военнослужащим, к ликвидаторам, то отношение было совершенно нормальное. Нас никто не заставлял идти куда-то в ужасные грязные места без контроля. Обязательно контролировались уровни радиации, обязательно контролировалась зона, в которой мы работали. Каждые 10 дней брали кровь на анализ. Надо сказать, что многие солдаты не любили эту процедуру, потому что надо было пальцы колоть и, соответственно, пытались улизнуть от этого мероприятия. Ну да, это вы уже рассказываете события, которые были два года спустя после аварии. Понятно, что уже наладилась там какая-то схема работы. Вот из воспоминаний тех, кто был там в первые дни, первые месяцы, когда вот это все приходилось ликвидировать, люди рассказывали, что они приезжали, выходили, там была крыша, ее надо было очищать от радиоактивных отходов, то есть это к эпицентру вообще событий. Они выходили, работали там 2-3 минуты, и все, они получали такую дозу радиации, что нужно было уезжать, там где-то какие-то на периферии делались работы, и все, человек заканчивал свою смену. То есть смена в Чернобыле составляла там 1-2 минуты. То есть за пару минут человек уже получал такую дозу радиации, такое облучение? Ну да, никакая химзащита, а стоит сказать о том, что там были люди, которые имели радиационные вообще опасности, ну там специалисты со всего Союза приехали. И к чему люди удивлялись? В один момент какая-то территория стала зараженной, то есть там была радиация сумасшедшая, сумасшедший уровень, и делались могильники, туда надо было закапывать все вот эти вещи, выносить мебель, все, чтобы это мародеры не растаскали, они же не понимали, что это... Ну да, люди не понимали, многие хотели что-то забрать, что-то увезти, продать, что-то в конце концов. Да, и приходилось там какие-то новые Волги, Жигули для советского человека, да, просто закапывать в яму. Ну не все понимали, чем грозит радиация, могли там найти какую-то вещь, положить ее в карман, а к вечеру у человека уже развивалась какая-то страшная болезнь, и он вообще не понимал, откуда вот, откуда это все идет. Вот хотелось бы у вас узнать, вот спустя два года уже фиксировалась как-то хотя бы эта радиация, сколько человек получил? Потому что в первые дни я подозреваю, что, ну, на глаз, наверное, все это делалось. Сложно было понять, сколько... Да, это, наверное, так же, как с коронавирусом, да, то, как сейчас в медике, да, себя ведут, борются и так далее, совсем не то, что было год назад, и даже и простые люди. Да, вот хочется узнать, как вообще, измеряли у вас уровень радиации или нет? Давайте так, так как я не был тогда вот в тот период вот в этой ситуации, я могу говорить только о том, что либо читал, либо сам слышал от участников, тех участников, которые были. В первые дни именно. Был ли формализм? Я уверен, что, конечно, был. То есть, в некоторых случаях, без сомнения, людям не записывали те уровни радиации, которые они на самом деле получили. Значит, были ли случаи, когда люди не знали даже, куда они пошли и куда они вступили? Конечно, были. Даже в тот период, когда я был, значит, были случаи, и когда некоторые наши солдатики умудрялись куда-то наступить, куда-то вступить, и потом при обследовании выяснялось, что они носители большого уровня радиации. Я сам лично куда-то влез с левым сапогом, мне пришлось потом выбрасывать обувь и форму, потому что никак нельзя было ничем его очистить, и уровень радиации был очень-очень высок, настолько высок, что когда мы пытались выехать из зараженной зоны, то сработали приборы, и нам пришлось всему нашему подразделению выйти на улицу, и нас всех прогоняли через прибор, надо было установить, кто же светит, как вы говорили. Кто светится, да. И в итоге обнаружилось, что это я свечу, а куда я вступил, я так понятия не имею. То есть, конечно, были варианты, когда люди, ну, пачкались, попадали в такие условия, где можно было получить радиационное поражение. И даже тогда, в 88-м году. Говорить о том, что было все абсолютно идеально, я не могу. Так что на ваш вопрос можно ответить. Были ли такие случаи? Я отвечу, да, были. И формализм, и то, что не писали должные уровни радиации, чтобы не платить, и то, что сами люди иногда не понимали, куда они лезут и что они делают. Ну, офицеры, например, знающие, соображали, а многие из рядового состава, они радиацию не чувствуешь, ни больно, ни вкуса, ни запаха. Ну, подумаешь, там, я сюда залез, приходилось, конечно, применять разные способы, чтобы внушить людям, что это все очень-очень опасно. Ну, очевидно, что точка в этой аварии еще не поставлена. Мы знаем, что саркофаг, который соорудили, он постепенно разрушается. Который над реактором, чтобы отработанное топливо, все, что там в реакторе, оно не попадало в атмосферу. Вот Чернобыль может напомнить о себе в любой момент. Мы знаем, что в прошлом году была опасная ситуация, когда были лесные пожары, горел рыжий лес, там называется, это прямо рядом лес, который получил огромную дозу радиации. И как тушить пожар, кто туда придет, и какая вероятность, что не разрушится под этим огнем вот этот свинцовый купол, и вновь не попадет огромная доза радиации в атмосферу. В атмосферу, в воду, в почву, куда угодно, на людей в том числе. Вот сегодня у нас в Ленте была такая новость про Бендеры. У нас во всех городах Приднестровья есть ликвидаторы. Бендерские ликвидаторы пришли сегодня почтить память своих товарищей к памятнику. Из 118 человек, которые из Бендер поехали ликвидировать последствия взрыва в Чернобыле, в живых сейчас только 76 человек. То есть за это время, к сожалению, люди умерли от болезни, от последствий радиации и так далее. Вы, Владимир Васильевич, говорите, что вот эти 4 тысячи, цифры официальной статистики, цифры жертв, что, по вашему мнению, цифра эта занижена. Есть ли у вас какие-то, ну скажем так, личные истории, может быть, на своем ли опыте или на опыте своих коллег, своих друзей вы говорите о том, что эту цифру стоило бы пересмотреть? Да, конечно, без сомнения. Ну, надо начать с того, что в самом поселке Первомайске у нас было более 10 ликвидаторов, остался вот я один-единственный. У меня есть друг, который был ровно на год раньше, с ноября 1986 по январь 1987 года. Он живет в поселке Красном. Вот. Нас осталось очень-очень мало. Я сегодня просматривал наши предмистровские новости и увидел, что по данным Министерства соцобеспечения всего лишь 307 человек ликвидаторов сейчас осталось в живых. А есть и другая цифра, что предмистровцев принимало участие 1800 с лишним, то есть более 1800 человек. Ну вот, вы можете посчитать, что за этот период времени из 1800 осталось 300. То есть количество людей уменьшилось в 6 раз. В 6 раз. И люди умирали, и умирают, и умирать начали сразу же после возвращения. Многие умирали и заболевали, и умирали сразу после того, как вернулись из Чернобыля. Вот я сейчас что хочу сказать. Мы сейчас все живем в условиях коронавирусной пандемии. И все вы знаете, что коронавирус бьет в слабое место. Вот у кого что болит, или там есть проблема. Вот туда коронавирус и бьет. Вот так же и радиация. То есть если у человека есть какой-то скрытый недуг, то можно сказать, после облучения этот скрытый недуг вылезет на поверхность. То есть радиация бьет в самое незащищенное, в самое слабое место. Поэтому многие наши ликвидаторы, когда приходили оттуда, через некоторое время заболевали очень тяжело и погибали. И мы понимали, от чего они умирают. Они умирают не просто от какой-то болезни, а от последствий радиоактивного облучения. Владимир Алексеевич, ну вот если подвести итог, понятно, что история учит лишь тому, что ничему не учит. Вот видно, что авария в Чернобыле не ограничилась. Ну, халатность в Чернобыле можно еще понять. Да, вот у нас есть какие-то факты. Но вот Фукусима, которая была, японцы, люди, которые в принципе имеют в мире такой имидж людей самых послушных, самых трудолюбивых, самых дисциплинированных. При том, что, да, у них суперкрутые технологии. Но выходит, что мирный атом все-таки человечество еще не научилось покорять, если вот происходят такие аварии. Ну, с одной стороны так, да. А с другой вот 35 лет прошло. И сейчас уже совсем другое отношение и к той аварии у нас здесь, да. Вот, ну, скажем так, в том регионе, где это непосредственно произошло. Страха как такового нет почему-то. Наоборот, место стало очень притягательным для туристов. Все знают, что туда туры уже, который год, в общем-то, водят, ездят и так далее. Да, они вроде как неофициальные, но Украина хочет сделать из этого официальный туристический объект, чтобы инфраструктуру развивать, чтобы это как-то все организовать. Вот люди интересуются. И видно даже по фильмам, да, сколько, какой большой интерес. Людей вообще тянет в те места, где что-то такое случилось неоднозначное. Владимир Васильевич, с точки зрения уроков истории, вот эта трагедия в Чернобыле, чему она человечество научила? Я всегда говорил, что если Богу было угодно испытать наш народ вот такой вот трагедией, то слава ему и благодарность за то, что он дал нам такое испытание именно тогда, когда был еще цел Советский Союз. Потому что весь Советский Союз работал тогда на ликвидацию этой аварии. Есть официальные данные, что через Чернобыль прошло более 600 тысяч мужчин. В моем подразделении были ребята из Молдавии, из Крыма, но были из Татарстана, из Вологды. Где Чернобыль, где Вологда? Вот посмотреть просто, где Татарстан и где, опять же, Крым. И тем не менее, вот мы все были вот в таком едином кулаке. И с помощью именно всего советского народа, всего огромного количества тогдашнего населения, мы смогли остановить эту аварию. Мы смогли в кратчайший срок закрыть этот реактор огнедышащий. Мы смогли уберечь и весь Советский Союз, во всяком случае европейскую часть, и всю Европу от дальнейшей деградации и гибели. Потому что если такая авария, не дай бог, произойдет сейчас на Украине, на какой-то станции, которых на Украине очень много, извините, это будет катастрофа уже мирового масштаба. Никакая Украина самостоятельно не справится с этим. А пойдут ли, скажем так, население Молдовы, население России, население Придбалтики, пойдут ли крымчане помогать ликвидировать эти последствия? Это вопрос, на которого я не могу дать ответ. Вероятнее всего, вологодцы уже не поедут. Поэтому главным уроком для меня лично, я думаю, что и для всего населения, это стал вот тот самый урок, что пока мы едины, мы непобедимы. Как только мы разойдемся, то будут большие-большие беды. Ну что ж, спасибо, Владимир Васильевич, за разговор. Напоминаем, у нас на связи сегодня был Владимир Васильевич Гуменский, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Сегодня мир отмечает 35 лет со дня этого события, этой трагедии. Да, мы поговорили, они много интересных подробностей узнали. Спасибо, что были с нами. Это было «Экспертное мнение» сразу после нас с новости на ТСВ. Все самое интересное за день. Не пропустите. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова